Долина монументов также находится в Индейской резервации Навахо. Здесь также можно видеть много индейцев. Еще у меня все монументы с этой стороны больше. Здесь очень много туристов, очень много иностранных туристов, французов. Вон там можно внизу по парку прокатиться, видите, машины там ездят. Ну и вот они, эти личные монументы. Вот как я помню, этот монумент называется Варежка. И вон тот тоже, как бы две варежки. Потом здесь у две сестры есть монумент, в общем, не помню себе название. Вот народ здесь, конечно, тоже хватает. Как я говорила, эта Долина монументов использовалась для многих голливудских фильмов. Особенно в фильмах обоях, вестерны, также Форест Гамп. Здесь снималась одна из сцен для Форест Гампа. Так, вот сейчас мы туда шли в центр для туристов. И здесь магазинчики всякие с сувенирами интересными. Потом есть там ресторан, естественно, реструм. Все в таком дирекционном индейском стиле, потому что, как я говорила, монумент Вали. Долина монументов находится в индийской резервации Новако. Здесь всякие интересные. Опять. Штучки. Какая-то ретавая видность красивая. Штучки классные. Ну, стоит они, конечно, тоже где-то от 50 долларов начинают. Украшения. Сделаем. Сделаем. И мы решили попробовать традиционную индейскую еду здесь, в небольшой кафешке. Нам еще балкончик есть, нужно на балкончик выйти. На улице мы сидим, там немножко пыльно, жарко и ветрено, там еще артели есть пригостили. И вот здесь такой ресторанчик. Здесь есть небольшой ашбетский стол, где мы можем взять суп и салат. И также мы заказали национальное блюдо «Навахо». Мы заказали каждой семье по блюду, но нам сказали, что лучше взять одно блюдо, потому что порции просто огромные. И еще здесь нет никаких алкогольных напитков, здесь все такое безалкогольное. Сухой закон. В общем-то, и в резиденции Юси, где мы вчера были, в казино, там также был сухой закон. Там не было никаких ни пива, ни вино, ничего. Никаких алкогольных напитков. Все запрещено. Продолжение следует. Продолжение следует...